Всем привет! В этот раз будет Onyx The Box Monte Cristo 3 устройство для чтения электронных книг. Вы просили, я раздобыл. И самое главное, наверное, что это недорогое, но при этом качественное и во многом флагманское устройство в моем понимании. Потому что Bluetooth тут и есть, Wi-Fi тут и есть, Google Play на месте. В общем, все по красоте, обложечка, зарядничек, кабелечек и стоит недорого. Если задумывались, то однозначно стоит к приобретению. Итак, характеристики здесь все наглядненько видно. InCut Plus Multitouch, стеклышко матовое накрывает всю эту историю. Сейчас покажу. Естественно, всякие там 8 гигабайт встроенной памяти, 3000 мАч, аккумулятор, Bluetooth, Wi-Fi, Android, сенсорные кнопки и вообще много всякого. Даже, собственно, здесь есть у нас история с вибрацией от нажатия на кнопки. Прикольно. У нас в случае черная версия, но я так понимаю, что еще есть и серебряная. Вот чего не смотрел, того не смотрел, но все-таки прикольно. Оперативка 512 мегабайт, процессор двухъядерный, 1 ГГц. Очень неплохо. Мне еще радует то, что здесь при 6 дюймах разрешение 1448 на 1072 пикселя. Ну и понятно, 16 градусов серого, Android 4.2, это все более-менее стандартно. Хорошо. С характеристиками, я думаю, все понятно. Сама обложка, как всегда, приятненькая. Здесь никаких особо моментов. Давайте я чуть ярче сделаю. Вот так вот. И, конечно, все прошито, все красиво. Вообще прям, ну вот так, как нужно. Собственно, в комплекте у нас Monte Cristo 3, понятно. Гарантийчик. Кабелечек-зарядник я вам показал. Они, в принципе, стандартные на micro-USB кабель и на USB-шечку зарядка. Что касается самого ридера, то здесь у нас, конечно, тоже все вот прям как должно быть. И стекло матовое здесь присутствует. И обложечка-то у нас прикольная, достаточно удобная, тоже есть. Удивление, все к ней липнет. Я вот... Мне очень нравится, это что-то вроде алькантары, но... Ну, на ощупь я имею в виду. Однако, липнет к этой истории все, что может только липнуть. Здесь, кстати говоря, такая же. Здесь у нас алюминий, очень неплохо. Да, модули связи вынесены под пластиковую вставочку внизу. В остальном будет достаточно крепкая. Еще мне нравится то, что здесь есть насечка. Я не знаю, как вам показать. Наверное, видно будет. В общем, вот здесь вот есть зазубрино, которое позволяет немножко утопить дисплей. За счет чего, если вы положите книгу на стол, дисплей никак не соприкасается со столом. Плюс при падении это дополнительная защита. Скорее всего, все-таки разобьется, потому что, ну, по ободу у них с буксов, там, не так все уж прям радужно. Поэтому будьте обязательно предельно аккуратны. Носите в чехле, и в этом смысле у вас все будет хорошо. Потому что, как ни крутите, ну, тут любое устройство, возьми, не знаю, он какой-нибудь iPhone, возьми, он, в принципе, так же будет разбиваться. Поэтому у меня вот, например, в чехле. Что касается общих моментов и впечатлений. В принципе, ридер достаточно такой, знаете, быстрый и без нареканий. То есть безглючный, я бы вот так сказал. Здесь у нас есть Moonlight. Я уже вам это сказал. Давайте покажу еще. Собственно, вот такая у нас максимальная яркость подсветки. Минимальная яркость подсветки вот такая. Среди приложений, понятно, есть полноценно Google Play. Причем он работает. Wi-Fi у меня сейчас подключен. Bluetooth-ушки сюда подключить можно. В принципе, все будет работать. Собственно, обычный Google Play. Вот смотрите, почему это сенсорная кнопка. Такого у них, насколько я помню, еще не было. И он немножко вибрирует. Вот прям совсем чуть-чуть. Плюс он, собственно, должен, видите, реагировать на вот эти истории. Да, вот. Так, давайте бэкнемся назад. Есть несколько приложений. Читай, слушай, плей музыка. Все запускается без проблем. Музычку, если подключить Bluetooth-ушки, можно слушать. И 3,5 мм здесь вообще нафиг не сдались. Потому что Bluetooth-ушей много. Подобрать себе можно все, что хочется. И на самом деле хорошо. При этом, смотрите, чтобы он бликовал нереально. Это матовая поверхность. У меня здесь стоит софиты. Два софтбокса огромных. И вот от них он все равно, вот видите, он на матовость уходит. Он все равно до конца не бликует. На солнце будет идеально. В этом смысле, конечно, у них с боксом огромный зачет. Вы всегда спрашиваете, бликует ли стекло? Бликует ли стекло? Да не бликует. Ну как оно может бликовать? Здесь софтбокс стоит. Если вы к солнцу подлетите, ну там, знаете, да, вы скорее сгорите, чем у вас все что-то будет бликовать. А здесь прям, ну, фактически идеально. То есть я не могу придраться ни к чему. Собственно, дисплей тоже хорошо все отрабатывает. Если вам нужен доступ к онлайн-библиотекам, опять-таки, через тот же там Литрос, любой другой сервис, можно получить доступ. В плане настроек все понятно. Браузер присутствует. Все открывается, все работает. Ну и, конечно же, если мы откроем сеть, тут вот беспроводные. Блютузик, все как полагается, по красоте. Ну и сама система тоже нормально, вполне себе отрабатывает. Давайте я покажу сведения о системе, потому что вы наверняка будете спрашивать. 4.2.2 Android, собственно, вот она вся инфа здесь на месте. Что касается книг и PDF-ок. Вот это PDF-ка, которая больше 100 мегабайт весит. Давайте ее попробуем, откроем. Она достаточно тяжеленькая. Так, так. Идет загрузка документа. Так, давайте попробуем поперелистываю. Очень приятная вибрация. То есть ты точно знаешь, что ты на что-то нажал. Прям вообще без проблем. Так, вот я, например, текст не вижу, хочу увеличить. Да, в принципе, без проблем. Сейчас он перерисует. Как видите, никаких следов, остатков, там, изображения, чего-то такого. Ничего здесь нету, все хорошо. Что касается обычных книг. Ну давайте вот такой Max Fry, который у меня тоже залитый. Он весит около 3 мегабайта TFB2. Чтобы у вас мало понимания. Давайте посмотрим, что у нас здесь будет. Так, я иду искать. Так, так, так. Ну и вот у нас пошел текст. В принципе, для меня надо меньше. Давайте я сейчас уменьшу. Еще меньше. Я и так хорошо вижу. Так, так. Ну да, вот так вот мне комфортно, например. Я думаю, что и вам должно быть вполне комфортно. Как видите, опять остаточных изображений нету. Все у нас прекрасно перелистывается. Вне всяких похвал. И самое главное, батарейка живет действительно долго. То есть, я походил с этой штукой, ну где-то, наверное, недели полторы уже. И со 100% вот она у меня там чутка потела. При этом читаю я много, читаю я массово. И в этом смысле, конечно, все хорошо. Давайте еще какую-нибудь книгу запустим. Просто в силу тестирования, чтобы у нас было... О, Робинзона Круза. Уже, наверное, по классике, да? Так, это тоже в B2 было. Надо было и PUBG запустить. Давайте назад бэкнемся. Закрыть программу. Вот у нас и PUBG есть. Давайте его запустим. Посмотрим, что он у нас может. Может быть, будет какая-то разница. Кстати говоря, ридер можно установить любой абсолютно. Здесь вас никто никак не ограничивает. Но, в принципе, как видите, даже штатный оу-ридер, если не ошибаюсь, срабатывает на ура. Так, нажимаем. Вообще, конечно, вот именно когда сенсорными кнопочками ощущается полностью иначе, это следующее такое поколение для ридеров, ну в моем понимании. Потому что выглядит гаджет очень современно, очень свежо и очень хорошо. И в этом смысле крайне приятно. Да, оу-ридер здесь задел. Так, давайте бэкнем назад. Все выглядит прям так, как нужно. Ну и на этом, пожалуй, все. Ридер получился зачетный, удобный, прикольный. И я лично считаю, что, наверное, одна из лучших читалок на рынке на данный момент. Так что, вполне себе. Если задумывались купить, то Monte Cristo 3 – это точно ваш выбор. Если вы хотите небольшой такой вот момент гаджета для чтения книг. Приятный дисплей, в принципе, вообще никаких претензий. Действительно, все очень-очень хорошо. То есть, если давайте приблизим, я, кстати, вот, например, совсем мелкий текст. Сейчас камера перефокусируется. Видите, даже его, в принципе, можно прочитать. Хотя для ридеров это абсолютно не свойственно. Вот, видите, вполне, вполне. В общем, если вам понравилось, то что делаем? Правильно, ставим большие пальцы вверх внизу. Подписочка тоже есть внизу. Соответствующая красная кнопочка. Если уже подписались, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых роликов. Подробнее по ссылке в описании читайте про данный видер. Ну, а я, наверное, буду прощаться. Спасибо, что вы посмотрели этот ролик до конца. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok